Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и этим видео я начинаю прохождение свежей глобальной 4x стратегии. Обзор я на Old World делал, ссылка есть в описании, в прикрепленном комментарии. Не знаю, будет может вот здесь еще... Блин, как это лучше показать? Вот тут где-то сверху в правом углу еще появляться, возможно, ссылка. Ну а сейчас сыграем. Я уже несколько раз играл, но это был ранний доступ, постоянно игра изменялась, это первая партия релизная будет. Я спросил в обзоре, за кого сыграть. Большинство было Рим, Египет, Греция. Но дело в том, что за Рим как раз, по-моему, было последнее прохождение перед релизом, я целый сериал записывал. За Египет. На самом деле, я даже посмотрел, что я за всех играл, за всех, которые тут есть, кроме Греции как раз. Так что, видимо, начнем за нее. Давайте глянем, что у нас сразу будет обработка железа открыта, обработка камня, это позволит нам каменоломни строить, и драму. Драматичные греки. Уникальные юниты, гоплиты, фалангиты. А, смотрите, тут уникальные не только юниты есть, я посмотрю, что тут святилища у всех разные. Ну, хотя, святилища... А, это Посейдон. Ну ладно, святилища Афины, Посейдона, Гадеса и Зевса. Ну и семьи различия. Начинаем с лидера-командира. Кстати, это очень неплохо для начала, потому что он как генерал для начальных в развитии... Ну, в общем, посмотрите. Не для развития, точнее, а для войны против варваров и минорных фракций будет неплохо. Так, сложность я поставлю не самую большую. Я вам хочу сказать, что тут все-таки искусственный интеллект получше Цивы. И я пока последнюю, предпоследнюю опасаюсь ставить. Давайте попробуем хотя бы на Глориусе. Это just справедливая, да, тут, видимо... Ну, вот тут уже, видите, все оппоненты агрессивные, возможность войны на 25% выше обычной. То есть обычная, я так понимаю, нет. Вот это, видимо, стронг, вот это обычная сложность, средняя. Не сложнее, не легче. Значит, Глориус ставлю. Дальше, давайте более развернутую. Давайте рандомную карту, но... Знаете, континент просто. Или внутреннее море. Земля, полностью окружающее море. Ну, кстати, вот как Средиземное море, типа, пускай будет, да. Давайте внутреннее море. Карту большую поставим, самую большую. Так, и дополнительные настройки. Грецию, оппоненты все шесть. Смертность обычная. Каждый ход это один год. Как часто события происходят? Обычно, то есть немало, немного, обычно все поставим. Очередь наследования здесь отмечена. Тоже это обычное стоит пока. То есть, кто раньше родился, тот и наследует. Сложность Глориус стоит. Так, сложность племен. Сильные. Давайте не рейджем, но сильные оставим. Агрессивность искусственного интеллекта. Агрессивная. Искусственный интеллект продвинутый. Это на развитие. Итак, включены победы по очкам. Это когда у кого... Там есть определенное количество очков. Либо, ну, после двухсот ходов. Дабл виктори. Это когда вы опережаете в два раза цивилизацию по очкам, которые на втором месте. Тогда вы выигрываете. Либо когда вы все десять амбиций выполняете. Тоже вот самое такое интересное. Так, старт игрока. Где дадут, там мы появляемся. Не обязательно побережье. Давайте племен, чтобы тоже побольше было. Шесть поставлю. Ну, интереснее. И шесть... Получается, семь цивилизаций, шесть племен. Ресурсы средние. Показывать... Нет, давайте... Слушайте, а нельзя показать, чтобы вы на такой же карте сыграли? Наверное, не получится, да? Почему-то нету, Сида не показывает. Так, ну, все остальное... Все остальное не будем убирать. А, вот давайте это включим. Играть на выигрыш. Все остальные цивилизации... Ну, цивилизации искусственного интеллекта будут стараться не дать другим, в том числе и вам, победить. Мне кажется, это важно включить. Ну, все. Поехали, в общем-то. Начинаем первую партию World World. Да, игра на английском языке. Разработчики обещают в будущем. Но они, правда, обещали и к релизу русский язык сделать. Не сделали. Так что у меня сложная задача. Я буду во время этой игры еще и переводить вам, что тут происходит. Вы, Филипп Македонский, объединитель Греции. Общие цивилизации этого старого мира еще не знают силу и знания Греции. Но они узнают. Что ж, давайте основывать столицу. Давайте посмотрим, где мы вообще появились. Как выглядит карта. Так. Можно на клавишу N нажать. Будут лучше видны вот всякие ресурсы такие важные. У нас есть железо уже сразу недалеко. Это, кстати, неплохо. Будут олени. В границах две рыбы. В принципе, вы знаете, я бы не уходил. Я бы не уходил отсюда. Вот прям где стоит поселенец, тут бы и ставил. Давайте выбирать, какую семью мы первую поставим. Это у нас чемпионы. Явно на войну заточены. Ну, на юниты. На создание юнитов. Это у нас ремесленники. Заточены на культуру. И шахты с лесопилками. Это у нас покровители. Ну, или давайте меценаты назовем. Нацивики могут ускорять проекты с помощью денег. И минус один уровень. Минус один уровень недовольства за каждое культурное событие в городе. Хм. Так. И, наконец, последний у нас мудрецы. Нацивики и науку. И стоимость специалистов дешевле будет. И открывает возможность проекта запрос. Так. Еще у нас, кстати, у греков у них еще уникальная возможность олимпиады проводить, кстати. Тоже проекты в городах. Ну, вы знаете... Ну, военные в столице, мне кажется, странно ставить. Я, скорее, какой-нибудь ближе к границам военный город поставлю. Я бы взял, честно говоря, вот этих вот покровителей. Потому что каждый город семьи... Ну, то есть цивики это важный ресурс. И за счет цивиков довольно... С помощью цивиков много всего интересного можно сделать. При основании города мы получаем министра. Ну, то есть это такой человек. Правда, вот в нашем случае здесь... Они нам не очень нужны, кстати. Видите, у Александра уже сразу... Сразу пять храбрости есть. Давайте, наверное, селевкидов тогда. Ставим город первый. К нам присоединился... Присоединилась Теано. Она министр в правлении. Может быть, генералом, губернатором или агентом. Ну, пока мы только генералов, на самом деле. Тут можем... У нас закрыты все министры. Возможно, их три тут штуки. Какие у него способности? Пять харизма, три дисциплины. 25 лет. Кстати, сколько нам лет? Вообще 39. То есть, возможно, мы не очень долго проправим. Ну, пока у нас министр. Так, давайте дальше смотреть, что нам открывать. Я вот не помню. Да, сети мы уже можем строить, а лагеря еще нет. Я бы... Я бы... Давайте посмотрим, что у нас впереди. Я бы, конечно, в лагеря отметил. То есть, вот еще одна способность... Ну, точнее, механика этой игры. Вы не можете выбирать прям, что вам исследовать. То есть, у вас каждый раз будут выпадать какие-то рандомные технологии. Вот, причем для нас выпадают три технологии. Есть способности, которые увеличивают это. То есть, на самом деле, мы могли бы раз, два, три, четыре, пять, шесть технологий, на самом деле, изучать. Но из этих шести нам выпали вот эти три. Так, игра рекомендует, кстати, начать исследовать вот эту технологию. Гадания или предсказания как раз откроют уникальные святилища. Светилища, причем дают две культуры и науки. Вход и закажет соседний суд. Ну, кстати, святилища... Ну, либо лагеря, который я хотел... Мы сможем вот построить лагерь у оленей. Тут потом в будущем вокруг этого лагеря, кстати, лесопилки будут... Давайте... Знаете, что я хочу лагерь открыть? Для начала. Так. Мы начнем сначала со строительства сетей. Потому что они дают еду. А за счет еды быстрее строятся рабочие. И там я, может быть, еще одного скаута построю. Видите, создание сетей стоит 20 дерева. Тоже надо это учитывать. В будущем три хода строятся сети. Так, теперь я похожу скаутом. Кстати, мне уже тут открыли место для города. Конечно, там тоже они могут быть. Но, наверное, имеет... Больше я не вижу, да? Имеет смысл туда идти. Куда мне игра предлагает. Я, наверное, прямо вот сразу сюда пойду. Кстати, открывание ресурсов... Мы их тоже можем разграбливать. И это мы будем получать ресурсы. Это способность... Причем это, по-моему, только скаутом можно делать. Видите, можно собрать руду. Плюс 8 к железу получим. Что я и делаю. Использовали приказ. Пока, видите, у меня остался один приказ всего лишь. Уже надо решать, что делать. Я, наверное, все-таки скаутом похожу. Мне важнее посмотреть, что вот в этом городе рядом есть. Чем ходить. Ну, то есть, у меня вообще как бы сейчас с мечником просто даже и некуда идти. По-хорошему. Все. Конец хода. Не хватило на мечника. Движение. Ну, я туда генералом, конечно же, отправлю. А может, блин, мне генералом отправить Александра? Скромная и никогда не ставящая себя на первое место. Это королева-консорт Олимпия скромна. То есть, она получила такой перк скромность. Это плюс 1 к мудрости и плюс 1 к дисциплине. Но, видите, из-за этого к ней на 40 хуже будут относиться гордые персонажи. Но на 20 лучше тоже скромные. Это, конечно, ведет к следующим событиям каким-то возможным в правлении. Так. Ну, тут, кстати, не особо что-нибудь. Тут вот я пока у этого города вижу только руду, если из ресурсов. Давайте, наверное, сюда еще сходим. И сюда. Так, приказы закончились. Рабочий тут строит. Теперь этим. У нас три приказа. Тогда первым ходом... Да, обратите внимание, что река здесь считается дорогой. Кстати, как проверить дороги? Нажимаете буквочку V. V. И вот зеленым показывает те места, которые ваши юниты могут использовать как дорогу для перемещения. Вот, видно. И таким образом даже города будут соединены, если они на одной реке стоят. Так. Давайте. Знаете, я сюда, наверное, перейду пока. Дальше. Сначала ему прокачку сразу дам. Фокус. Плюс 10% шанс крита. 25 против племен. Знаете, я, наверное, против племен возьму. Потому что вряд ли тут сейчас будут у нас какие-то другие цивилизации. А вот против варваров и племен 25 сил иметь, это очень круто. Так, сейчас мы... Один ход. Мы не можем сейчас генерала еще добавить. Он мог, наверное, походить все-таки еще на один ход. Не могу генерал, потому что он уже кулдаун от апгрейда. И когда у вас остаются приказы, они продаются, между прочим. Вот тут можно посмотреть стоимость приказов. То есть, грубо говоря, он сейчас за 10,3 монеты будет продан. Ну, вы их покупать... Нет, покупать за деньги вы не можете. Покупать за деньги могут... Можно будет после принятия вот этого закона. Coin debasement. Но еще можно покупать за очки... Военные очки, на самом деле. Но я лучше военные очки сейчас потрачу на то, чтобы генерала присоединить. Вот это будет стоить 100 военных очков. Так что на дополнительный... На дополнительный приказ нету смысла сейчас тратить. И вот первое событие. Обучение наследника. Кстати, сколько Александру? 14 лет. Он пока генералом не может быть. В общем-то все просто. На кого тренировать? Мне кажется, с Александром Македонским... Тут вопроса особенно не состоит. Конечно, тактика. Конечно, тактика. Тем более у него там 5 куража на это. Заканчиваем второй год нашего правления. Пананианские равнины. Вот написано. Видите, ваш приказ был продан за 10 монет. Так. Нет, давай сначала скаутом. Давайте я, наверное, соберу ресурсы вот здесь на олене. О! Мы встретили варваров. И смотрите, событие называется грубый эмиссар. Даже не грубый, а как-то лучше... Хафти. Надменный, наверное, эмиссар. Надменный посол. Итак. Надменный варваровский военачальник входит в суд, требуя... Не в суд, а в этот... В тронный зал. Потому что корт это правление, лучше так сказать. Требуя аудиенции. Она заявляет, что датчане? Дэйнс. Нет, это даны. Даны. Даны позволят вам подружиться с ними, но только если вы признаете их превосходство. Как нам ответить? Ну... Если я признаю их превосходство, это будет минус 20 отношений всех семей ко мне. Пронос только одна семья, но не хотелось бы. Честно говоря... А, смотрите, можно... Видите, за счет того, что у Филиппа храбрость 2 и выше, а у него 4, Кэти, можно еще играть вот так, чтобы вам играние вот это не подсказывало, чтобы этих подсказок не было, из-за чего это срабатывает. Это называется ролевая игра, и тогда вы, не зная, к чему это ведет, можете выбирать. То есть мы можем выбрать, потеряв всего одну легитимность. Кстати, легитимность влияет на количество приказов, но вначале, мне кажется, нормально. Ну и либо, наоборот, получить легитимность и объявить и войну. Но я бы, наверное, все-таки не спешил. На такой высокий уровень сложности тяжеловато будет. И благодаря способности Филиппа можем просто пока с ними в мире быть. Это минорная фракция, считайте. Их можно будет уничтожить или засоюзить. Так, соберем мех. Видите, в данном случае мех плюс 8 культуры в столицу. Кстати, в столице Греции Пелло в данном случае. То есть это мы все-таки за Македонию скорее играем, чем за Грецию. 6 приказов потихоньку, наверное. Военными юнитами плохо исследовать карту, они плохо открывают территорию, но я тем не менее все равно побегаю. Потому что... О, а вот и варвары. Ну вот, в общем-то сейчас есть смысл... Так, давайте мы, наверное, через реку перейдем. Он все равно, это стреляющий юнит. Он будет атаковать издалека. Я, наверное, перейду реку. Или я не смогу тогда генерала... Не, надо генерала, в общем, добавлять. Давайте мы добавляем нашего короля. И надо этих варваров будет убивать. Вот, возможно, мы здесь город поставим, а не там. Надо еще подумать. Так, скаут еще может ходить. Давайте сюда пойдем. Тут ничего. Там такое ощущение, что вообще тундра начинается. А, тут можно мрамор собрать. Давайте, наверное, соберу. Видите, еще семь культуры добавят. Это не мрамор, это соль. Да, соль. Это соль. Встанем. Здесь еще данные. Видите, сколько данных. Ну, с данными желательно быть в мире. Следующее событие происходит. Тренировка. Обучение в гимназии. Александр каждый день работал в спортзале. Работал над собой физически, над физическим самосовершенствованием в различных видах спортивного метания. Он регулярно побеждает в небольшом соревновании городском и просит вас спонсировать соревнования, в котором могут участвовать лучшие спортсмены Греции. Я бы, конечно, с удовольствием спонсировал, но событие, к сожалению, произошло, когда... А, блин, не хватает военных очков, а все военные очки. Блин. Жаль. Видите, ничего. Вот я как раз добавил генерала, считайте, потратил военные очки и произошло событие, на которое мне теперь не хватает. Просто он 40 экспо получил. А так бы он мог получить все лидеры лимит усталости снижают, все лидеры становится... Вот Александр становится сильным. Тафф это крепким таким. Жаль, только 40 экспо всего, и жаль. Ну что, время атаковать, надо через реку перейти. неплохо. Вот с генералом нормально, вот просто даже написано, видите, за счет генерала плюс 15 процентов, видите, вот слева над юнитами, и за счет того, что я взял прокачку вот эту против варваров еще плюс 25 процентов, это стойкие называется, то имеем неплохие, а у них, кстати, бонус от того, что он в лагере стоит, бонус к защите. Так, соберем соль, а подожди, у нас рабочий походил, надо отправить на следующие сети. Вот за счет того, что мы обработали сети, у нас теперь в городе можем зайти, так, вот, плюс 12, плюс 2, то есть у нас сетлер, по-моему, на ход быстрее должен быть, должен создаваться. Я бы, наверное, после поселенца еще одного скаута сделал. Так, тут сюда на холм встанем, о, еще собрать или дальше пойти, вот в чем, давайте, наверное, соберу. О, руинки, ну, это следующим ходом, посмотрим. 7 еды. Блин, я еще не поставил, блин, я просто приплыл, не... Ну, надо прикупить один приказ все-таки тогда, надо, надо уже обрабатывать но я тут затупил, мне не надо было ходить скаутом, на самом деле. Эти 100 очков военных, считайте, в никуда потратил. По-хорошему, так, ответочка прилетела и у них там появляются юниты, но я надеюсь, что я быстрее лагерь уничтожу, чем эти юниты, тем более, плюс 25% против варваров. Я думаю, норм. Выстоим как-нибудь. Так, очередное событие у нас происходит. В основе образования любого греческого ребенка лежит концепция Payday. Не знаю, оно не переводится, видимо. Обучением ребенка законам, социальным вопросам и морали, чтобы стать идейным членом общества. В стремлении к этому идеальному состоянию поощряется лучшее во всех аспектах жизни, искусства, тела и разума. Александр ищет вашей мудрости и совета о том, что можно улучшить. Какой совет дать ему? Узнать себя? Нет, подожди. Познать самого себя, ничего лишнего или трудно делать добро? Ну, вообще, я думаю, что у него и так нормально храбрости. Так что, тут либо дисциплину, либо мудрость. Я бы мудрость, пожалуй. Ну, чтобы он мудрый и храбрый был, не бросался в бой, как придурок. Так, что нам? В руинке это явно какое-то событие сейчас будет. Так, древние варвары. Наши люди находят фрески с изображением существ, ритуалов и сражений. Стиль напоминает даннов, что заставляет нас думать, что наводит нас на мысль, что это племя, возможно, было предшественником их собственного. То есть, мы считаем, что данные как бы, типа, были предшественниками, нашими предшественниками. Наши войска предостерегают от оскоренения такого места. Даны очень защищают свою культуру. Но и нам можно из этих руин чему-то научиться. Так, либо мы становимся плюс один к дисциплине, и данные у нас начинают быть хорошего мнения, либо мы разрушаем, получаем 150 камней, 50 науки и 40 лет минус. Нет, давайте не будем. Я попробую с данными подружиться как-нибудь. Давайте вот еще одно варварское место. и возможный город. Так, наверное, сюда пойду, соберу оленей и надо свалить подальше от варваров. Сюда вот тоже соберем оленей. Да, что-то, среди, вот тут места нет, я думал, какое-нибудь место под город будет. ну да ладно. Опять два приказа плюс 20 монет, считайте. Вот это я не могу собрать железо, потому что не собирается на вашей территории. Если ресурсы на вашей территории, совсем мало как-то нанесли урона. Так, давайте сносим лагерь. Видите, получили от этого неплохие бонусы. И вот еще одна механика World World. Вы становясь вот на эти клетки, которые могут быть будущим городом, становясь юнитом, вы как бы эти клетки забиваете за собой. И тогда сопернику надо воевать с вами, чтобы эти клетки себе забрать, например. Так, сколько у нас до возможности лагерь строить два хода? А, у нас появился поселенец. Да, поселенцы тут имеют сами хитпоинты, так что я могу им спокойно идти, он меня не убьет. Ну, давайте сначала скаутом, наверное, походим. Я бы, пожалуй, сюда походил. Так, потом встал на мед, собрал его, еще десять культуры. Так, ну, у нас три хода, теперь надо скаутом ходить, я считаю. скаутом надо ходить. Да, нельзя сюда идти, один один юнит на тайл, это все с пятой цивы идет. Так, блин, а что мы тут вот так ставим? Да, все, походили, больше приказов нету, в общем-то, о, событие какое-то. Принц Александр вернулся с обучения, вы вряд ли узнаете молодого человека, который возвращается с тренировки. Принц Александр последние несколько лет учился, чтобы стать полезным придворным, и теперь он готов служить. И тут мы выбираем провести в честь этого военный парад, кстати, принц Александр уровень получит, либо никаких празднований отвратнее. Давайте проведем военный парад, я хочу, чтобы он уровень получил, видите, 100 из 100 экспо, в следующем уровне получит, мы сможем его апнуть. Надо вот этих еще добить, конечно, тут будет, как-то хороший город, потому что здесь у нас вино, здесь у нас мед. Можно даже сейчас сразу глянуть, сколько это вино культуру дает и ресурс. Кстати, это тоже важно, ресурсы, вот, например, селевкиды хотят, чтобы у них были драгоценности и благовония, драгоценные камни и благовония. Сейчас мы решим, каким, пожалуй, сначала я все-таки скаутом похожу, надо посмотреть, что тут вокруг. Наверное, сюда встану, просто надо понять, куда город ставить. теперь давайте отсюда атакую, чтобы вот эти места оставить под поселенца. Я еще не знаю, куда мне ставить, но во всех трех местах ресурсы достаются. Тут так как горы рядом, у нас неплохие могут быть здесь каменоломни, поэтому я думаю, наверное, все-таки вот сюда скорее поставить. теперь еще важный выбор, какую... Вы, на самом деле, можете все города одной семьи сделать, но по ощущениям лучше все-таки выбирать три разных семьи, и, например, еще это снизит счастье в городах. В случае, как и олдворд, правильнее говорить, повысит несчастье. Повысит несчастье. Так что нам надо вот из этих трех еще выбрать, опять же, мудрецы, ремесленники и чемпионы. Может уже в этот раз брать... Сейчас посмотрю, нет ли у меня на каменоломни. Тут вот, хотя тут от лесопилок есть, я вот смотрю, что тут много лесопилок можно будет сделать, например, и каменоломни в будущем. То есть, выхлоп... Но жалко, что тут только от от шахт и лесопилок, а нету каменоломни. Я бы тогда вот точно эту семью поставил. Так, здесь юниты сразу с прокачкой против варваров появляются. Не знаю, может все-таки рано... Вот я точно хочу чемпионов где-нибудь сделать. Но у меня такое ощущение, что не в этом городе это надо. А из этих двух тут на цивике... Ну, блин, цивики тоже прикольно. дешевле специалисты, постройка специалистов. Рандомную теху дает при основании. Хорошо, а эта семья что дает при основании? Сразу дает рабочего, просто сразу. Но нам тут рабочим нечего делать. У нас еще не открыты вот эти плантации, чтобы добывать мед. Хотя мед, по-моему, мед, по-моему, требуется как раз в лагерь, нет? Блин, сложный выбор на самом деле. Так, они требуют себе соль и лаванду, а эти требуют драгоценные камни и красители, а чемпионы вино и красители. Ну не знаю, мне что-то мудрецов хочется почему-то, а не ремесленников. Наверное, все-таки алкменидов. Алкменидов, я не знаю, как правильнее. Мудрецов, в общем. Город мудрецов, пожалуй, буду основывать. И бесплатно открылась у нас рабочая сила. но это возможность принять законы. Либо рабство, либо свободу. То есть, пока мы это ничего не даем. О, мы известны как Поселенец, Филипп Поселенец. И я первый, кто открыл Апуанские Альпы. Ну так и оставим. Можно переименовывать, кстати. И какой-то Пальмовый лес. Блин, может, все-таки надо было на лесопилке. Посмотрите, тут у нас олени есть, которые, опять же, мы ставим лагерь, вокруг них лесопилки. То есть, мы можем тут леса начать добывать немерено. Ну вот, прокачиваем Александра на мудрость, дисциплину или харизму. Я бы на мудрость. Он будет у меня мудрый и храбрый. Так. Один ход. Вообще, нам предлагает Одион построить. Фермы и... Ну вот, Кати, по поводу шахты я бы, наверное, согласился, потому что у вас как раз минус по железу идет. Да, наверное, давайте мы пойдем потратим приказ в сторону шахты идти. А в этом городе... С чего начать? Наверное, с рабочего все-таки начнем. Мы не взяли семью, которая бесплатного рабочего дает, поэтому будем пока мучиться с тем, что есть. Ну, вот эта территория за Растринзом в Неаполе основан, то бишь, у Рима. Да, поднимаем еще одна способность, не способность, еще одна механика в Old World. За науку вы можете получать ресурсы. Вот в данном случае 200 камня. Причем, это не просто так появилось, это появилось из-за того, что у вас открыта обработка, вот, Stone Cutting. Видите, внизу написано бонус карта. Бонусная карта, что вы можете теперь за счет науки получить камень, например. А вдруг вам надо? То есть вы научные очки потратите на приобретение ресурса. Ну, тем не менее, нам надо выбрать. Вот теперь, наверное, все-таки святилище открою в дальнейшем. Тут я начну со строительства шахты. Тоже, как-то, 20 дерева требует. Мне, короче, надо бы в лесопилки выйти. Тут давайте добьем этих варваров и будем стоять дальше лечиться, я думаю. Так, у нас шесть приказов. Полечиться ли этим скаутом? Вот в чем вопрос. У нас просто куча приказов тогда пропадет. Я бы, наверное, побежал исследовать лучше. Давайте так. Так. О, а вот и драгоценные камни, кстати. Вот тут где-то место для города должно быть и мне кажется, там имеет смысл город поставить. Но я сначала соберу мед. Очередной. Так, тут ходы нет, не закончились. Давайте сюда походим и можно опять собрать. Видите, цель то, что ходы у самого скаута закончились, но собирать он может, потому что приказ еще один есть. По-моему, очень неплохо я потратил приказы на очередные события. Так, предложение брака для Александра от Арсенои Данской. Она кратит тактик, она мудрая и, ну, слушайте, мудрая, харизматичная, дисциплинированная. мне нравится, давайте. Мне кажется, вполне все немножко постарше, но выглядит неплохо. По-моему, выглядит неплохо. А генералом тем более будет. Давайте. Вот, второе, надо выбрать нам первую нашу амбицию в этой игре. Причем, видите, эти предложенные, все амбиции предлагаются от ваших семей. Селивкиды собрать 400 камня, а эти предлагают, естественно, 6 технологий. Ну, я, наверное, все-таки на камень тогда. Потому что 6 технологий, мне кажется, сейчас я долговато буду открывать. Я особо в техи не иду. Поэтому первая амбиция 400 камня собрать. Так, ну и свадьба. Проходят. Ваш наследник, принц Александр, женится на принцессе консорте Арсеноя. Будем соединять наши народы. Как нам отпраздновать? В маленькой приватной обстановке у Александра плюс дисциплина пригласить самых ну, аристократов самых главных, либо устроить празднества в столице. Плюс 20 культуры. Ну, я бы, наверное, аристократов пригласил, чтобы улучшить отношения с семьями. Это в будущем поможет, я считаю. Ну, о, видите, вот тут варвары, это явно здесь их место, и там явно неплохое место для города. Вот я сейчас попытаюсь туда добраться. Да, потому что здесь драгоценные камни, мед, лошади. Давайте, наверное, как-то вот так сделаем, а потом попробуем смотаться оттуда. Вот сейчас я вот это хочу бомбить. Так, и сваливаем. Ну, тут на холм, наверное, встану, чтобы дальше смотреть. Потом можно будет тут ресурсы собрать. Так, здесь постепенно, вообще, у нас только этот юнит может ходить, да? Давайте буду сюда подходить и лечиться. Следующим ходом я ему уровень дам. Вообще, нам бы, конечно, юнитов построить еще военных хоть сколько-то, но вот это место мне нравится для города, то есть я бы сюда пошел ставить город, а не сюда. Только с варварами надо разобраться и меньше нравится, и больше нравится, чем это место. Кстати, обратите внимание, что у нас уже написано, что города соединены дорогой, потому что вот сама река является дорогой, то есть, грубо говоря, у нас это снижает коррупцию в кротоне. Ну и три лишних приказа осталось, да. Интересно, куда вот этот побежит и покажет. Ух ты, там сверху варвары идут. Вот видите, и рабочие тоже имеют защиту определенную. Так, ну, нам, видимо, надо сначала того убить, поэтому мы перебираемся сюда, лечимся. Теперь этим скаутом соберем пшеницу и этим скаутом побежим сюда исследовать территории. так, два приказа есть, да. Видите, мало видим из-за леса на самом деле, что лес не дает нам доля гляд, как говорится по-белорусски. Так, событие называется Новые горизонты. придворный олигарх министр Теано подвергся критике за ее откровенные взгляды на национальную идентичность. Она опасается, что слишком много ресурсов идет на открытие новых земель, в то время как люди в наших собственных городах томятся. она желает новых инвестиций в греческую нацию и то, что это означает для граждан Греции. Так, ну, либо, собственно, мы можем заплатить 200, улучшится отношение силивкидов. Нет, даже, смотрите, не силивкидов, ее отношение улучшится, и силивкиды захотят принять Эпик. Это один из законов будущий. Вот этот, силивкиды захотят, чтобы я этот закон, но не захотят, у них будет, они лучше будут к этому относиться. Так, вот тут нам предлагают они события, нам предлагают принять закон свобода или рабство. Причем рабство хотят силивкиды, а свободу хотят алкмениды. Так, свобода дает во всех городах плюс одну науку, а рабство плюс пять приказов, но при этом плюс одно несчастье во всех городах каждый ход. так, давайте сначала решим вот этот вопрос, а если я проигнорирую, то у нее ко мне будет минус сорок отношения на двадцать лет, а силивкиды захотят эксплорейшн открыть. Нет, давайте я пожалуй откажусь, потому что просто она у нас нигде не работает, я никак ее использовать не могу сейчас, я пожалуй откажусь, вот, плюс, тут и так как бы в плюсе отношения, а теперь давайте подумать, подумаем, надо ли вам этот закон принимать, я бы наверное все-таки принял на свободу, чтобы откуда-то науку получать, а пока в науку не иду, все виды четыреста цивиков, наука была плюс четырнадцать, стала плюс шестнадцать, маловато, но что поделать, так, вылечились, что в этом городе делать, олимпиаду кстати, можем провести, плюс сорок очков, и плюс одна, одно военное очко вход, можем юниты сделать, но вообще мне игра рекомен, я бы наверное все-таки юнит здесь сделал, причем пращника, потому что иначе я тут с варварами не справлюсь, заканчиваем пока ход, в каком интересном языке эта песня идет, о, ваш сын Александр, ваш наследник делает все, что он хочет, он сейчас получил новую перк безжалостный, он теперь безжалостный, это снижение дисциплины, но повышение храбрости, так первая цивилизация нами встречена, внезапная встреча, на пути впереди появляется группа любопытных римлян, словно ожидая наших людей, сняв все оружие они кладут его на землю к своим ногам, лидер говорящий на нашем языке выражает волнение по поводу этой знаменательной встречи, предлагая в дар прекрасное мясо и вино, ну я думаю надо им в ответ тоже что-то подарить, мы можем принять встречу, это ведет к дальнейшим событиям написано, просто примем их подарки, вот кстати Рим, блин, а он это место занял, он наверное просто тут пока ходит, я надеюсь, а не занял место, это довольно близко к моей столице будет иначе, да, может мне тут собрать лучше ресы тогда скаутом королева консорт олимпия очень впечатлена наследником принцем Александром и хотела бы чтобы он изучал темное искусство шпионажа видите это происходит из-за того что королева консорт имеет вот такой архетип шиммер наверное тень я бы сказал сумерки тень значит принц Александр становится шиммер но не героем нет наверное не будем пускай героем остается а нам тут точно битвы впереди предстоят но если мы отказываем то королева будет немного разочарована ну что поделать нам нужны герои так неплохо у нас шесть приказов давайте сначала руинки исследуем священные гробницы священная гробница наша экспедиция приближается к древнему памятнику сооружение похоже на могилу великого вождя надпись гласит прохожий кем бы ни были я когда-то был королем королей поэтому не жалейте меня не жалейте меня за этот кусок земли который покрывает мое тело ну ну в общем мы можем либо оставить гробницу нетронутой и король получит плюс два к харизме и станет милостивым это у него перк либо уничтожить гробницу нету королей кроме меня уничтожить либо изучить ее ну я бы ее изучил честно говоря у нас не так много науки чтобы отказываться от чтобы отказываться от науки так мы можем теперь строить святилище и я бы дальше пастбище открыл пожалуй мне правда рекомендуют полис возможность просить объявлять войну можно стены будет строить блин может стены тогда открыть и и можно будет строить коттеджи тоже кстати из четвертой цивы механика Сорен Джонсон притащил в олд ворлд давайте пожалуй полис все таки я хочу стены иметь возможность строить так пока сюда пойду теперь наверное этим сюда соберу мрамор и у нас один приказ да давайте этим сюда на соль встанем пока так блин я надеюсь что Рим все таки не будет там стоять и что мы его рабочего пилит о у Александра родилась дочка теперь у него у нас есть продолжитель рода так а ваш сын Александр становится суеверным и верит во множество странных и мистических вещей то есть минус две блин я его все делал дел мудрым у него по итогу минус два получил и теперь он блин минус две мудрости кайф че он суеверным то стал так Филипп прокачался на воинов так сделать его инженером как генерал против фасадных юнитов имеет бонусы против и против корабля не надо хеклер плюс 10 против юнитов в которых есть генерал тоже как-то странно давайте наверное харизму прокачаем потому что в данном случае что первый что второй перк вообще как-то не нужны давайте-ка я наверное один ход полечу рабочего припажите а где тут лечить что рабочих а вот распугался что рабочих лечить нельзя так собираем соль этим коров и этих коз ну тут тоже наверное пройдемся он реально тут стоит неужели займет место так есть тут рабочий ну начнем может со светилищ начать греческий греческая боже паганизм так как переводится язычество греческое язычество будет распространяться плюс один приказ за каждое соседнее чудо ну наверное нет давайте лагерь не подождите тут у нас два приказа осталось я бы наверное сначала скаутом походил вот так о место для города а вот теперь походил бы наверное так слушайте я бы наверное купил приказов сейчас здесь надо раз два и третий приказ мне надо еще два приказа мне пока некуда эти военные очки девать в общем то лагерь давайте строить и скауты кстати у этого три хода может еще тогда купить давайте хотя бы один еще куплю приказ у меня когда появится прачник у меня будут военные очки чтобы его прокачивать хочу увидеть о встретил тракийцев там к сожалению место занято посол посланник фракийцев это фракийцы прибыл с подарком дерево в надежде установить с нами отношения он объясняет что фракийцы специализируются на выращивании заготовки древесины что вполне реально приведет их к процветанию ну давайте примем че нет зачем нам с ними сейчас воевать ну и пожалуй вот на этом закончим ход о у нас вон там еще руинка надо сходить тоже какое-нибудь событие так в городе мы рабочего построили это у нас город спецов вот кстати когда здесь через три хода сделаем лагерь можно будет специалисты тут сразу строить потому что на 20% дешевле а прежде урбан специалист это это городской это не для лагеря так ну давайте наверное еще тогда юнит строить здесь наверно прачника тоже один воин два прачника пока будет тут точно нужны юниты это прям а что я не выбрал точно нужны юниты в этой игре лучше не халявити на таком высоком уровне сложности и высокой агрессии блин в спину мне свои дротики бросают о еще руинка ну соберем покинутые руины видимо называется события так разрушен ну покинутые руины обыскивая руины мы находим значительное количество камня железа и дерева однако местные рейдеры могли добраться до руин к ночи могут добраться до руин мы не можем отбиться от них но мы можем отнести часть добычи домой что бы из этого мы хотели забрать тут будет явно камень железо либо дерево я бы наверное камень взял потому что у меня собственно амбиция на это или она не добавится сейчас ладно посмотрим чуть позже так очередное событие о это как раз возвращаясь к той встрече с римлянами несколько недель назад наши разведчики ели еду предложенную им римскими путешественниками вскоре вскоре после этого они начали страдать отряда казалось бы не связанных между собой болезней и теперь они начали поддаваться смертельной болезни и да было пропитано ядом было ли это жестоким розыгрышем актом политической агрессии или даже заговором против вас возможно мы никогда не узнаем так мы не позволим этому инциденту повлиять на наши страхи послать посланника в рим потребовать справедливости или пускай они заплатят кровью то есть мы объявим им войну но я бы отправил кати посланника чтобы какое у нас сейчас отношение вообще и так минус 42 они намного сильнее и эрудирование ну это блин высокий блин ладно видимо сглотнем так сказать сейчас с римом не вариант вообще воевать так наверное я бы в лагерь сейчас еще отправил посмотрим кто еще походить может этот с теми варварами может расправиться или пойти сначала сюда а кстати ушел юнит римлян так ладно давайте тут добудем еду здесь на холм встанем не хочу пока тут этих лошадей использовать еще фракийцы знаете я тракийцы говорю это я путаю с дотракийцами фракийцы и дотракийцы наверное все таки рабочим похожу сюда и потрачу еще заряды на приказы а у него ход запален тогда я зря потратил сейчас юнитом этим похожу но я мог и постоять в данном случае жалко зря походил по моему скромному мнению так что там еще не бьют меня да вот там варвары бьют еще одну дочку горга о горга так а что это у меня за крестик а это значит что я могу уровень кстати взять но я думаю что для первой серии хватит ваши впечатления как всегда в комментариях жду надеюсь вам такой формат нравится и даже несмотря на то что все по-английски я как-то хоть перевожу это все динамичненько все продолжение завтра для спонсоров канала наверное оно уже есть во вкладке сообщества как всегда спонсорам все сразу выкладывается играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok